Мошенничество с недвижимостью Где-то, где он там живет, обычное дело Там отжимают у людей дом, квартиру Как вообще с этим делом США? Значит, надо сказать, что, конечно, область интересная Потому что вообще понятие отжать Все-таки государство правовое И одно дело, когда суд принимает решение в пользу кого-то Просто потому, что этому суду заплатили И получается, что закон никакого значения не имеет Значит, здесь все-таки государство правовое Есть суды И просто так вот человека что-нибудь отжать Просто потому, что кто-то захотел, конечно, невозможно Но Бывает, что люди теряют недвижимость Это правда Но не в результате мошенничества или злой боли со стороны Основным поводом для потери недвижимости Является неспособность выплачивать деньги банку Ну вот, да, когда есть моргидж Или как ипотека, да, по-русски Вот, значит, хотя тоже, наверное, где-то еще нише слово Это не русская ипотека, даже не ипотечная Не могу сказать В общем, когда есть моргидж И надо банку выплачивать И вдруг выясняется, что ты не можешь выплачивать Это часто бывает, когда люди теряют работу Или становятся инвалидами в результате разных причин Болезней, осложнений Аварий на дорогах Тоже хватает такого В общем, человек вдруг работал-работал и перестал зарабатывать А бывает, например, рецессия экономически Вот бах, и нет денег у человека платить Он теряет дом Иногда бывает вот последний кризис Когда был какой-то год-то, я уж теперь думаю 2009-й 7-й, 8-й, 9-й Вот там, короче, что получалось Сначала цены росли, росли, росли Люди хватали просто, чтобы схватить На таких условиях, знаете, уже и недвижимость завышенная Там по цене была Задранная Спекулятивно раздутые цены были А потом бах, значит, кризис И выясняется, что эта недвижимость своих денег не стоит Больше То есть вот, знаете, что получается Живет человек, купил дом Купил за 500 тысяч дом 400 взял в моргидж в банке И вдруг А он работает, у него есть деньги Он может платить Не то, что у него нет денег Но вот он платит И вдруг смотрит такое дело Что дом этот стоит Не 500, как он купил А стоит этот дом 350 Вот можно сейчас пойти купить такой за 350 А он платит 400 тысяч Только моргиджа За этот дом И он думает Что я тебе делаю И говорит банку Знаешь что Заберите вы свой дом нафиг Я переезжаю При этом, конечно, наступают некоторые последствия В том смысле, что у него испорчена кредитная история Ближайшие лет 5-7 Он не сможет больше в банке одолжить И так далее Ну, что делать Значит, во всяком случае Он понимает Что он экономит большие деньги На том, что он бросает это жилье Я помню Какой-то был сюжет Как раз вот в это время Где-то популярный такой На ютюбе Его крутили И так вот Тоже он был Как вот люди бросают дом С игрушками там Со шмотками Уезжают И я знаю женщину Кто-то на местности одну Она делает сюжеты Для какого-то канала На российском телевидении Я не помню какого Может быть даже для разных Так они такие фрилансеры И им заказали Значит, сюжет о том Как вот люди уезжают И все бросают в дома Потому что вот В районе Лос-Анджелеса Был такой Они хотели для себя Отдельный сюжет И она пошла по риэлторам И выяснилось, что такого нет Вот у нас такого здесь нет Вот не было А вот в Лос-Анджелесе бывал В районе Лос-Анджелеса Может быть не в самом городе То есть Такие ситуации случаются Что человек бросает Не то, что у него кто-то отжал Это было его решение Бросить Вот, ну Я не знаю Такая вот Такие вещи случаются Что еще бывает Бывает, например Люди разводятся Начинается дележка имущества И можно сказать Что там Одна сторона А у другой стороны Дом отжало Но что это значит Вот когда делили имущество Постановили Что вот допустим Там Дом переходит этому А там скажем Вот Остальное Тому Или там В какой-то пропорции Там они как-то А понимаете Как еще что получается Если дом, например У них уже 20 лет Этот дом То его рыночная цена Может быть там Миллион долларов А они его когда-то Покупали там За 200 тысяч Или там 170 Знаете И там уже много-много Денег в нем накопилось И они говорят Ну простой путь какой Продать дом И поделить деньги Но тогда возникает вопрос А жить где Знаете как Тогда та сторона Которая В состоянии платить Та сторона говорит Хорошо Я дом оставляю себе А половину стоимости Этого дома Который принадлежит Скажем там Той стороне Я буду потихоньку Выплачивать Или еще Не потихоньку Как-то он будет Выплачивать То есть Такие вещи бывают Но Я понимаю Что речь Наверное идет Не об этом Я к сожалению А может и к счастью Понятия не имею Как отжимают Дома или квартиры У людей Вот в той части света Откуда нам задают вопрос Поэтому Вот так Точно Сказать Вот Прямо Чтобы сравнить С той ситуацией Я не могу Я не знаю Как это происходит Могу вот еще что сказать Что Даже когда речь идет О долгах Есть ситуации В которых У человека Дом забрать нельзя Например Вот есть Там Не знаю Пожилой человек И Ну что-то с ним случилось Вот У него есть один Единственный дом У него нету двух Нету трех Есть один дом Это его Место проживания Он в силу каких-то причин Значит Должен деньги Ну например Ему сделали Какую-то операцию Которая не покрывается Его страховкой Я не знаю Ну что Что там может случиться С этим делом Может быть У него Может быть Более такая Гуманная причина Допустим У него была Какая-то там Еще инвестиция Вот И она лопнула И он остался Должен там 150 тысяч Например так Вот Он кому-то должен 150 тысяч В силу Каких-то Неблагоприятных Обстоятельств И У него нельзя Забрать дом В счет Вот этих вот Обязательств Если он в нем Проживает Но что происходит На этот дом Накладывает Так называемый Лин Лин Л-И-А-Н Такое слово Лин Это Такая фигня Не убрав Которую Ты не можешь Эту собственность Не продать Не передать Кому-то в собственность И так далее То есть Это фактически Блокирует Последующие Операции С домом Строитель Может так сделать Вот он тебя Строил Строил Ты с ним Не рассчитался Он бах Тебе лин На дом И вот Либо ты рассчитаешься Либо никогда Продать не сможешь Но пока не рассчитаешься Так вот Государство Иногда Такой лин Накладывает Если что Или инвестор Какой-то Вот Поэтому Получается Такая штука Наложили И дальше Человек Вот он в этом доме Живет и живет Когда он умрет И этот дом Уже Как бы Освободится От него Тогда будут Решать Что с ним Делать дальше Ну в частности По идее Его должны пустить С молотка Этот дом Ну как с молотка То есть Парыночной цене Кто-то заберет То есть Никто Никто Специально За полцены Его там Скидывать Не будет Сколько стоит Столько стоит Почему продадут И Рассчитаются В первую очередь С теми У кого есть Обязательства Против кого есть Обязательства Государство Банк Инвестор Частные Там И так далее Вот И Пожалуйста То есть Может так оказаться Что вот Скажем Дом есть Но Наследникам В виде детей Например Там Внуков Толком Ничего не останется Или останется Только Ну какая-то часть В силу того Что Там Часть этих денег У человека Должны Забрать Но У него Не заберут День Дом За деньги Если Этот дом Является Его Единственным Единственным Местом Жительства Вот Такая история Если он В рабочем возрасте Если он Как бы В состоянии Работать Зарабатывать Снимать Где-то Жилье У него Заберут Но Если Это Пенсионер Если Это Инвалид Если Это Человек Который Сам Себя Не Обеспечивает Его Не Тронут То есть Есть Такое Ну Вот Наверное Наверное Все Вот Я Я понимаю Что Я Может быть Не Ответил На вопрос Во всей Так Специфике Его Но Видимо Эта Специфика Так Как бы Не Очень К нам Относится Так Напрямую Да Ну В общем Есть Закон Так Закон Применяется Достаточно Универсально К разным Субъектам Права Да То есть Это Не важно Там Начальник Ты Или Начальник Богатый Ты Или Бедный Я Даже Могу Скать Что Знаете Человеку Образованному Например Труднее Говорить Что Меня Обманули Чем Человеку Который Например Школу Не Закончил Какой Там Работяга То есть Понятно Что Работягу Обмануть Легче А Который Образованный Там PHD Ему Говорят А что Меня Обманули Как Обмануть Ты Смотри Ты Как Ты Ты Сам Умнее Это Как Тебя Обманули Может Ты Согласился Потом Передумал И так Дальше Закон Защищает Простого Человека Это Есть Такое Но Еще раз В равных Ситуациях Все люди Имеют Равные Права И Суд Подкупить Я Даже Понимаете Мне не хочется Суд Подкупить В принципе Нельзя Потому Что Я понимаю Что Обстоятельства Бывают Разные Но 99 И 99 Целых И 99 Сотых Процента Людей Которые В США Живут У У них Таких Возможностей Не то Что Сделать Но Даже Представить Себе В голове Не уложится Потому Настолько Это В общем То Странно Было Вот Как Факт Вот Я думаю Что На этом Строится Невозможность Вот Этого Отжимания Такого Беззастенчивого Циничного Там Кто Сильнее Тот И Прав Да Я могу Еще Больше Обобщить Я могу Скать Что Есть Не то Что Вот Страны Страны Но Страны Народы Вот Есть Народы Живущие В странах В которых Никогда В истории Никакого Закона В принципе Не Было А было Понятийное Такое Право Вот Помните Как У классика Вот Приедет Барин Барин Нас Рассудит Правильно Или Вот Это Пословица Мне Очень Нравится Русский Человек Судиться Не Любит Нет Правды В суде Можно Взять На Вилы Кого Или Лопатой По Голове Но Чтобы Судиться Понятно Что Это Безумие Так Есть Культуры Понятийные Там Все По Понятиям Я Сильнее Пошел Отжал Чего Отжал Телефон Отжал Квартиру Отжал Там Я не знаю Кусок Земли Отжал Женщину Отжал Не знаю Что там Что ценное Для него Сегодня То и Отжал И он Прав Почему Прав По Понятиям Прав Ну Кто Сильнее Тот же Прав Правильно Вот Поэтому Просто Видимо Понятие Отжать Оно Такое Больше Понятийное Чем Например Правовое То есть В правовом Смысле Как отжать Я не знаю Конечно Есть способы Использования Закона С целью Например Финансового Изматывания Противоположной Стороны Когда она уже Готова бросить Там что-то Просто потому Что у нее нет денег Там судиться Наверное Так тоже Можно Но это Даже не знаю Это должно быть Что-то очень Ценное И Это тоже должно Стоить много денег Кому-то Я не знаю И человек должен быть Наверное В чем-то Виновен Так чтобы его там Мотали Где-то его должны Зацепить Поэтому То есть В теории Я могу себе Это представить В какой-то такой Специфической теории Но так чтобы У человека Просто отжали Его жилье Вот он тут живет Вот у него Слева дом Справа там Квартира И вот чтобы У него что-то Такое отжали Я не слышал Никогда Абсолютно Даже представить Я не могу В большом бизнесе Наверное Там что-то Отжимается Там есть Свои правила Там Тоже Не подкупом Судей Но Какие-то свои Есть тонкости У них Так что Вот разве что Там Счастливо Счастливо Счастливо